здравствуйте эта программа классные уроки плюс 100 к интеллекту и меня зовут диана кичигаева и я учитель физики сегодня мы с вами разберем несколько интересных опытов которые вы можете повторить с легкостью дома ну что для первого опыта нам понадобится совсем немного инструментов нам понадобятся с вами обычные чайные пакетики и они станут центральной фигурой нашего опыта также нам понадобятся ножницы какая-нибудь мусорка ну или баночка желательно тарелка подставка и спички вот чем собственно мы с вами займемся научимся заваривать сегодня чай как это делают настоящие физики для этого мы возьмем с вами обычный пакетик с чаем ножницы и проведем не сложную процедуру отрежем ему веревку причем желательно вместе с самим пакетиком вот здесь вверху все высыпем чай чтобы потом заварить его как это делают нормальные люди вот а пакетик а пакетик можно утилизировать интересным способом можно его просто выбросить но лучше сделать вот такую штучку а теперь собственно сам опыт ставим пакетики вот таким образом ставим пакетики вот таким образом берем спички и собственно поджигаем если честно я ни разу не проводила этот опыт сама и я не знаю что сейчас получится если что просто будем их ловить пробуем для начала поджигаем дальний пакетик а теперь смотрим собственно все вот он опыт вы взяли пакетик и помогли ему взлететь вот не все пакетики взлетели может быть потому что они стояли слишком быстро близко друг другу вот не знаю если честно из-за чего это произошло если что мы можем провести этот опыт еще раз мы можем поставить несколько пакетиков дальше друг от друга мы можем поставить их ближе можем по одному поставить как вам угодно что происходит пакетик при сгорании выделяет очень много тепла собственно при горении у вас горячий воздух поднимается вверх я думаю многие это знают из-за того что плотность теплого воздуха намного меньше чем плотность окружающей среды и на него действует выталкивающая сила сила архимеда она поднимается вверх создается тяга и над пакетиком образуется скажем так какой то воздушный коридор этот коридор при сгорании пакетика его и поднимает кроме того что вы можете попить чай очень интересным образом данный опыт помогает понять в принципе то как ведет себя теплый воздух в окружающей среде где это вам пригодится например при по окончании самоизоляции многие из нас поедут на природу будут жарить шашлычки разжигать мангал когда вы разжигаете мангал вы пользуетесь углями угли находятся в пакете высыпаете угли в мангал и чаще всего большую часть людей пакет сжигают в самом мангале они поджигают пакет он лежит сверху происходит такая же ситуация пакет сгорает над ним образуется тяга и при сгорании пакет превращается в пепел пепел очень легкий и он начинает подниматься причем если вы смотрели внимательно пакетик взлетает еще в ту в тот момент взлетает когда он еще продолжает тлеть то же самое происходит с пакетом из-под углей поэтому будьте внимательны и не спалите соседям сарай также этот опыт прекрасно демонстрирует нам великолепное явление без которого мы с вами в принципе жить не сможем на этой планете круговорот воды природе происходит примерно такая же ситуация над водой образуется пар который является достаточно теплым и он поднимается вверх вверху он охлаждается холодный воздух опускается вниз и происходит своеобразное перемешивание также многие я думаю особенно в детстве маленькие дети очень любят задавать вопрос вопросы из серии почему небо голубое почему радуга образуется почему ветер дует я вот лично в детстве думала что ветер создают деревья но оказалось это не так ветер создается абсолютно по этому же принципу в одном месте воздух нагревается чуть чуть быстрее чем в другом например над черной почвы теплый воздух поднимается вверх и на его место на место теплого воздуха приходит холодный поэтому образуется ветер причем если перепад температур достаточно большой может образоваться не просто сильный ветер а скажем ураган поэтому образуется смерч над водой потому что вода более теплоемкая чем почва она нагревается намного медленнее поэтому образуются бризы утренние и вечерние все эти явления рассматривались в курсе школьной физики описывались в учебниках но я думаю многие просто пропустили этот момент мимо себя по этому принципу работает воздушный шар теплый воздух который поднимается от сгорания топлива собирается просто в плотную не пропускающую воздух оболочку из-за того что теплый воздух внутри шара очень легкий имеет очень маленькую плотность он достаточно сильно выталкивается окружающим воздухом наверх у него действует выталкивающая сила и поэтому шарик поднимается вверх вы можете провести данный опыт сами я думаю вы видели все в каких-нибудь магазинах есть такая штука как китайские фонарики она работает тоже по этому же принципу примерно это маленький очень маленький карманный воздушный шарик вы вы поджигаете топлива которое прикреплено к этому шарику сам шарик имеет очень маленькую массу из-за того что он сделан из такой достаточно легкой бумаги сжигается топливо шарик наполняется теплым воздухом и взлетает вверх на примере шарика мы можем с вами видеть как действует выталкивающая сила на тела с небольшой плотностью в принципе известно что на любое тело которое погружено в жидкость либо погружено в газ действует выталкивающая сила на нас с вами кстати тоже мы находимся в атмосфере вокруг нас находится воздух и он на нас тоже действует давным давно ученый по имени архимед открыл очень интересный факт что когда он погружался в воду он просто решил принять ванну и когда он залезал в ванну он обнаружил что вода которая находится в ванне она поднимается то есть объем тела который погружается в воду выталкивает из этой воды тот же объем воды который равен объему тела и дальше он обнаружил интересный момент что при погружении в воду он чувствует себя легче ему легче двигаться собственно с этим и связана сила архимеда она выталкивает тело которое погружено в какую-либо жидкость причем чем больше плотной жидкости тем сильнее выталкивает это жидкость тела то есть если вы попытаетесь засунуть что-нибудь в воду или что-нибудь например в вартуть то у вас в вартуть не получится особо она очень плотно выталкивает жидкость тела именно поэтому тела могут плавать на поверхности могут плавать не только на поверхности то есть почему например подводные лодки плавают на каких-то особо определенных глубинах чем ниже мы опускаемся от поверхности воды тем во первых давление воды больше во вторых плотность воды повышается потому что внизу очень холодно и из-за того что там достаточно большая плотность воды сил архимеда там действует больше то есть нам с вами нужно большую плотность для того чтобы опуститься ниже и подводные лодки регулируют свою собственную внутреннюю плотность лодки и в зависимости от того сколько воздуха они набирают внутри себя там есть специальные баллоны которые набирают в себя воздух в зависимости от того сколько они воздуха набирают они могут выше подниматься в воде то есть чем больше воздуха они набирают тем выше поднимается меньше воздуха ниже опускаются то есть это зависит от общей массы лодки или от ее средней плотности такая же ситуация может у нас происходить и в воздухе. Просто воздух, он намного менее плотный, чем вода, поэтому в воздухе данный эффект виден не так сильно. Для того, чтобы в воздухе у нас действовала сила Архимеда, заметная нашему глазу, нужно, чтобы масса тела была небольшой. В частности, сгорающие чайные пакетики превращаются в пепел, а пепел очень легкий, и он спокойно поднимается вот этим воздушным потоком. Также с законом Архимеда, точнее с открытием Архимеда, связано много измерительных приборов. Например, в школе, я думаю, все из вас это делали, проводится такая лабораторная работа, где нужно измерить объем тела. Вам дается пробирочка, дается бутылка с водой и какое-нибудь тело, какой-нибудь неправильной формы, и вам нужно измерить объем. Делается это очень просто. Вы наливаете воду в бутылку, опускаете туда тело. Оно достаточно тяжелое для того, чтобы вода полностью покрывала тело с головой. И сколько воды поднимется от начального уровня, собственно, такой объем тела у вас и будет. Таким образом измеряют, например, объем кораблей. В огромных судостроительных доках есть большие, очень большие резервуары с водой. У этой воды замерен уровень начальный. Собственно, туда помещается корабль. И насколько поднимается уровень воды, мы знаем, что настолько осаживается корабль. При этом его очень часто загружают по максимуму, то есть помещают туда какое-то достаточное количество груза, чтобы проверить, насколько корабль плавуч, скажем так. Насколько он может держаться на воде. И вот это вот водоизмещение, которое есть, его обозначают особой линией, ватерлиния. И он показывает, в принципе, насколько корабль осаживается в воду. Причем в зависимости от количества грузов корабль осаживается на определенную глубину. Если кто-то привык пользоваться языком математики, то, я думаю, можно рассказать с точки зрения именно формул. В частности, что происходит? Почему все тела, почему тела могут плавать в воде либо в воздухе? Если сила Архимеда, которая действует на тело, уравновешивает силы тяжести, которая действует на это же самое тело, если вот эти силы друг друга уравновешивают, то тело будет находиться в безразличном равновесии. Это называется второй закон Ньютона. Когда сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю, тело будет либо покоиться, либо двигаться равномерно. В нашем случае оно будет покоиться. Если сила Архимеда станет больше, чем сила тяжести, тело начнет двигаться вверх. Поэтому у нас взлетал пакетик, потому что выталкивающая сила на него стала больше, чем сила тяжести на него действующая, за счет того, что масса пакетика уменьшилась в процессе сгорания. А если сила Архимеда будет меньше, чем сила тяжести, то тело будет тонуть. Причем, чем больше вот эта разница, тем больше будет скорость тела. Вот на примере такого несложного опыта из абсолютно подручных средств мы с вами рассмотрели один из базовых законов нашего мира, закон Архимеда. Вы можете сами провести этот эксперимент дома и убедиться на собственном опыте в наличии выталкивающей силы. А также можете рассказать эти интересные вещи вашим друзьям и родителям. Всем спасибо за внимание. Желаю успехов в саморазвитии.